Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале «Сладкий персик» и сегодня у нас очередной восьмой уже выпуск новостей. Но сначала я хочу поздравить вас всех с первыми летними выходными. Уже, представляете, только что началось лето. Впереди целых три теплых месяца. Мы будем все купаться, загорать, есть витаминки, фрукты, в общем, отдыхать и вспоминать, как мы проводили каникулы в школьное время. Надеюсь, эти выходные у вас тоже проходят очень хорошо. Сегодняшние новости мы будем читать с Женей по очереди. Напишите потом в комментариях, как вам такой формат, нравится или нет. И мы начинаем! Партию киви на 2 миллиона рублей украли в Подмосковье. Предприниматель из Подольска, как обычно, нанял перевозчика, загрузил ему в машину фрукты, в данном случае киви, и отправил его в Екатеринбург. Что может случиться, подумал он. Обычно так начинаются самые забавные истории. Да-да, но водитель до Екатеринбурга не доехал, он пропал и вместе с киви на сумму 2 миллиона рублей. Бизнесмен, конечно же, обратился в полицию, виновного быстро нашли, взяли под стражу. Он сказал, что машина по пути сломалась, ну, он подумал-подумал, и киви продал. Предприниматель? Предприниматель. И что теперь с ним будет? Ну, скорее всего, будет суд, или если они попробуют договориться с бизнесменом, то заключат мировое соглашение, но это маловероятно, потому что виновный уже неоднократно был судим. Ученые Тимирязевской академии разработали хлеб для лечебного питания на основе люпина. Ученые из РГА ХМСХ имени Кать Мирязева пришли к выводу, что классический хлеб из пшеничной муки плохо структурирован. А ведь это чуть ли не самый употребляемый продукт в нашей стране. Так вот, белок в нем неполноценен, считают ученые. Мне кажется, тут белок должен очень сильно обидеться. Я бы на месте белка точно обиделся. И ребята решили, что надо добавить люпиновую муку. Они утверждают, что именно она является источником сбалансированных по аминокислотному составу белков, растительных жиров и клетчатки. Предполагается, что этот хлеб можно употреблять при диетическом и лечебно-профилактическом питании. Есть вопросы? У меня есть. Что такое люпин? Люпин – это травянистое растение из семейства бобовых. Я думаю, все его видели. Выглядит оно очень даже красиво. Вот так вот сейчас на картинку поставим. Еще его называют волчий боб. В его семенах, кстати, содержится очень много белка до 50%. Волчий боб – это похоже на название стрижки. Мне кажется, это персонаж из мультика вообще такой. Волчий боб. В общем, ребята молодцы. Как будто бы исследование и правда стоящее, но есть ощущение, что широких масс это особо не коснется. Потому что одно дело что-то открыть, а другое дело это интегрировать в производство. В любом случае я всегда радуюсь, когда качество жизни у людей повышается за счет каких-то новшеств. Особенно в еде. В первую очередь в еде. Депутаты предложили клеить на бутылке водки лица бездомных алкоголиков. Угадайте, депутаты из какой партии могли такое предложить? Коммунисты? Нет, ЛДПР. Также на спиртном предлагают разместить надпись «Алкоголь вам враг». Как полагают депутаты, такой дизайн этикетки отпугнет потенциальных покупателей и снизит уровень потребления алкоголя в России. Потому что, по их логике, люди не захотят быть похожими на персонажей с этикетки. А если наоборот какой-нибудь мужик захочет прославиться? Да, минута славы. Я хочу на этикетку. Не знаю, мне кажется, предложение не имеет смысла, потому что бороться с пьянством в России нужно какими-то другими способами. Ну и потом, на какой именно алкоголь хотят креять такие этикетки? На водку, на пиво, на вино. А если на вино-то на какое? На дешевое по 200 рублей, по 150 или дорогое? В общем, вопросов очень много. Ну, по идее, в аналогии с сигаретами тоже на все. На сигаретах же на всех есть вот тоже, к чему это приводит. Вот интересно, есть ли у них статистика после того, как они стали вот эти картинки на сигаретах печатать, снизилось ли потребление сигарет? Даже если кто-то не бросает курить от этих сигарет, хотя бы, наверное, меньше людей, особенно подростков, захотят курить, начинать. Потому что увидят эти картинки и такие, ну, нафиг оно мне. Ну да, смотреть на них не очень приятно, я согласна. Австралийский ресторан предложил 10% скидку всем, кто не будет использовать смартфоны. В заголовку, я думаю, все понятно и объяснять нечего. Кстати, мы встречали точно такую же акцию в Казани, в винном баре, насколько я помню. Да, 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 я помню, винный бар называется «Истина», насколько я помню. Да, у нас в Урьянске есть «Правда», а там «Истина». И несколько лет назад у них точно была такая акция. Мы туда пришли, там не было места. Я увидела про эту акцию, но мы развернулись и ушли. И скидка там была, кстати, больше, процентов 15 или 20. Ну, а на следующий год мы до них дошли. Со второго раза, я помню, мы точно до них дошли. Да, 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 да. В общем, эта акция очень интересная, но неоднозначная. Потому что, с одной стороны, она несет социальный характер и направлена на то, чтобы люди общались между собой вживую. С другой стороны, ресторанам, по идее, выгоднее, чтобы люди пользовались гаджетами, потому что так они больше еды смогут в себя поместить. Так что не знаю. Но для винного бара точно супер, потому что формат винного бара подразумевает живое общение. Да, здесь полностью согласен. Вот я еще подумал, может быть, владельцы этого ресторана в Австралии допекло, что люди придут, за полчаса все съедят, и потом три часа сидят и втыкают в телефон. Получается, что у него посадка-то есть, а толку от этой посадки не так много. Сказал человек, который любит работать в кофейне, который придет, все съест, а потом три часа сидит с ноутбуком. Это другое. Напишите, пожалуйста, в комментариях, бесит ли вас люди, с которыми вы пошли куда-то, а они все время втыкают в телефон. Лидеров стран ЕАЭС угостили пельменьми с оситриной и щами из щавеля. 25 мая в Кремле проходила встреча стран-лидеров ЕАЭС. ЕАЭС, точнее. Это Евразийский экономический союз, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Они там обсуждали, конечно, всякие разные вопросы, связанные в первую очередь с экономикой, но и вкусно ели тоже. Из угощений были салат из телятины с запеченными овощами, пельмени астраханские с оситриной, щи с щавеля с индейкой и перепленными яйцами, щербет из рельня и клубинники. Да, так вкусно звучит, у меня аж слюни потекли. Я бы вот сейчас пельмени с оситриной так бы навернул, конечно. Ну вот да, я бы не отказалась сходить на гастроту в Кремль. А я, наверное, перезапишу, мне очень понравилось. Ты лозить начал что-то вот так, вот я бы сейчас навернул. Да, я бы на гастроту в Кремль не отказалась бы сходить. В московском ресторане продают золотую шаурму за 1590 рублей. Естественно, у многих пригорает от этой новости. Я почитал просто комментарии у этой новости. Потому что, да как так можно, первое время чумы, там совсем зажрались и так далее. Я вот, например, так и не рассуждаю, потому что не имею привычки считать чужие деньги. Те, кто хочет поесть такой шаурмы, имеют полное на это право. И вообще один раз живем, как никак. Да и в целом все относительно. Потому что, например, в той же самой Москве есть заведения, которые могут попросить за точно такую же шаурму не полторы тысячи, а 15, например. А про Дубай так я вообще молчу. А ты сам бы попробовал шаурму за полтора косаря? Слушай, ну у меня вот лично такого желания вообще нет. Но, по крайней мере, сейчас. Но если захочется, то почему бы и нет. Правда, мне кажется, что ничего, кроме необычного внешнего вида, в ней нет. А почему она золотая? Что в ней такого? Название только или она прям реально золотая? Она покрыта сусальным золотом. Вообще у сусального золота есть куча разновидностей. Есть также имитации, кстати, сусального золота. А есть еще и пищевое сусальное золото, которое прям золото, и его можно есть. Прям есть? Золото прям сидеть и есть? Да, да, да. Оно считается биологически инертным, то есть проходит через пищеварение без поглощения. То есть после поедания в прямом смысле сходишь в кровь с золотым. Какое увлекательное мероприятие за какие-то полторы тысячи рублей. Есть золотую шаурму, и потом она у тебя выйдет. Россиянам рассказали, с чем не следует смешивать вино. Ну, новость про борьбу с алкоголизмом у нас уже была. Теперь мы поговорим о том, как снизить вред алкоголю. Мое любимое Роскачество выпустило материал о том, с чем нельзя смешивать вино. Какая забота о людях, а? Да. Итак, нельзя пить вино вместе с другим алкоголем, с газированными напитками и соками. Но уточнили, что иногда все-таки можно все это смешивать, если вы готовите алкогольный коктейль. Ну, и если вы умеете это делать правильно, конечно. Полиция задержала похищавшего велосипедового курьера россиянина. В Тюмени полиция задержала подозреваемого в краже 19 велосипедов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Какой-то прям велосипедный маньяк. Да, рецидивист. Полиция опубликовала видео, как ранее судимый мужчина крадет велосипеды у доставлявших еду курьеру, которые парковали свои велосипеды у подъезда домов, чтобы занести клиенту заказ. После чего сбывал их в комиссионные магазины. Слушай, я каждый раз переживаю за их велики, когда они оставляют их без присмотра. И мы с тобой буквально на днях обсуждали как раз этот вопрос, не воруют ли у них велосипеды. Оказывается, воруют, к сожалению. Да, у меня, честно говоря, вообще слов нет. Ребята стараются, зарабатывают деньги честным образом. Вообще у меня каждый раз сердце кровью обливается, когда я вижу, как в мороз, в югу, по практически пустой улице едет мальчишка на велосипеде, доставляя еду. Когда там владельцы премиальных внедорожников не высовываются. И тут какие-то жулики, которые вот так вот просто берут и воруют их средства заработка. Это, если честно, это отвратительно. Да, да, это очень плохо. Вот есть среди товарищей арестантов, так сказать, непривилегированные статьи. Так вот, воровство велосипедов у курьеров надо срочно добавить в этот список, потому что это прям днище. А ребятам из доставок я бы посоветовал лишний раз подумать, позаботиться о сохранности их имущества, потому что бывают такие случаи. Россияне стали реже покупать продукты онлайн ради экономии. Мусы в этой новости на самом деле в том, что люди стали больше покупать продуктов в онлайн-магазинах, но темп роста онлайн-продаж продуктов в этом году замедлились, если сравнивать их с аналогичным периодом в прошлом году. Вообще, само собой то, что онлайн-продажи растут. Я вот лично не представляю, как мы раньше жили без онлайн-доставок. Да, ведь как-то жили до пандемии, и все нормально было. Но лично я больше люблю заказывать продукты в интернете, чем ходить в обычные физические магазины. Это же намного удобнее, и сколько экономит времени. Кстати, вот в онлайн-магазинах не дороже ли получается, чем в обычных? Вообще нет. Ну, конечно, есть всякие там оптовые склады, где некоторые категории продуктов покупать все-таки получается выгоднее. Но если мы говорим о каких-то продуктах повседневного потребления, хлеб, молоко, яйца, масло, то в интернете покупать, ну, так же, там цены такие же, и там тоже бывают акции и скидки. И что самое главное, мне кажется, трешнюю не набираешь. Потому что когда ты приходишь в физический магазин, там весь мерчандайзинг выстроен таким способом, чтобы тебе все больше и больше захотелось взять разных позиций. А когда ты через онлайн покупаешь, ты просто берешь то, что тебе надо конкретно сейчас, и все. Да-да-да. Это как все шутят. Пришел за молоком или за хлебом в магазин, купил все, кроме этого. Пришел домой и вспомнил, зачем ты вообще ходил. Американец создал мотоцикл, который работает на пиве и разгоняется до 240 км в час. В общем, есть в Америке один парень, Кай, который в гараже взял и изобрел мотоцикл, который работает от пивного двигателя. Он поставил 53-литровую бочку туда, в которую он, собственно, наливает пиво. Там пиво нагревается до 300 градусов, и от этого пивного пара двигатель приходит в движение. Такое вообще возможно? Да, конечно, возможно. Насколько я понял, он просто взял и эволюционировал обычный паровой двигатель, который преобразует энергию за счет водяного пара, а он сделал пивной пар. Да и вообще, как бы, двигатель внутреннего сгорания, он же тоже изначально не от бензина ездил, а на спирте. На спирте? Серьезно? Да, да, да. И люди еще заправлялись в аптеках, а не на заправках. Заправок не было тогда. Просто день открытий. Возвращаясь к мотоциклу, как говорит юный инженер, разгоняется его аппарат аж до 240 км в час. И здесь я вот не совсем уверен, потому что на том видео, которое я смотрел, сам мотоцикл не внушал прям такого доверия, что он может выдержать такую высокую скорость. Но в любом случае парень просто красавчик. И, кстати, знаешь еще, что он сказал? Я не пью, поэтому не могу придумать ничего лучше, чем использовать пиво в качестве топлива. 30 мая отмечается гастрономический праздник – День окрошки. В прошлый вторник в России отмечали День окрошки. И окрошка – это самое настоящее наше русское блюдо. Ее придумали много веков назад и готовят ее все по-разному. Очень сильно отличаются привычки от региона. И, не знаю, там рецептов очень много. Кто-то любит есть на классе, кто-то любит на кефире, кто-то заправляет окрошку свекольным отваром, а кто-то даже минералкой в перемешку с майонезом. И раньше в нее добавляли даже сливы. Вот только представьте себе сливы и грибы. Но самое главное в окрошке – это, как ни странно, крупная нарезка. Все ингредиенты для окрошки нужно именно крупнорезать, то есть крошить, а не мелкорезать. Как тяжело записывать новости. Мы сначала про пельмени, а сейчас Ирина и говорим. Теперь про окрошку. И теперь, получается, я хочу и пельмени, и окрошку. Да-да-да. Я теперь тоже хочу окрошку на квасе. Конечно, на квасе. Сто процентов на квасе. Кстати, на нашем канале можете посмотреть очень много рецептов окрошки. Мы каждый год снимаем какой-то обычный или необычный, поэтому выходите, смотрите. А если не найдете, пишите в комментариях, я пожлю вам ссылочку. Вот такие у нас на сегодня получились новости. Юля уже побежала собирать чемодан, потому что она улетает в Москву по делам. Вас поздравляю с летом. Надеюсь, вы его хорошо проведете. Пишите в комментариях, понравился ли такой формат, что мы с Юлей менялись, и вообще, как оно вам зашло. Подписывайтесь на наши все соцсети, на Телеграм, там много всего интересного. Пока.